Как именно сюда, в главный храм Федоровского мужского монастыря, стали попадать частицы мощей разных святых, сейчас даже сложно вспомнить, признаются монахи обители. Однажды сюда приехали верующие из Украины. Впечатлившись святым местом, они организовали передачу частиц мощей святых, которые покоились в Киево-Печорской лавре. Затем сюда стали передавать частицы мощей и из других обителей. Андрей Первозванный, Матрона Московская, преподобный Александр Свирский, преподобный Сергий Радонежский. Перечислить всех святых, частицы мощей которых есть в этом, казалось бы, небольшом храме, просто невозможно. Здесь их почти три сотни. Сегодня преклониться к святыням в городецкий Федоровский монастырь приезжают верующие со всей страны. И те, кто знает, что здесь столько святынь, подчас принимают решение также внести свой вклад и организовать передачу частиц мощей тех святых, которых тут пока нет. Порой люди едут в паломническую поездку или еще по каким-то другим делам, и вдруг им приходит неожиданное такое решение, вот именно повернуть в сторону городца. Бывает и такое вот, да. Поэтому, наверное, приход мощей, он тоже именно подобным образом. Господь управляет вот эти дела, для нас невидимо. Но так как вот именно в этом месте, именно у дел, скажем так, Божьей Мадери, потом Александр Невский закончил здесь свой земной путь и принял монашество, то есть особая территория на земном шаре. А вообще, Федоровский мужской монастырь – удивительный обитель. В том, почему тут происходят такие чудеса, никто не сомневается. Именно здесь был пострижен в монахии великий благоверный князь Александр Невский. И здесь же он умер. К слову, в этом году отмечается 800-летие со дня рождения святого воина. Планируется более 30 праздничных мероприятий по всему региону. Большинство же из них пройдут как раз в монастыре, в месте, которое так неразрывно связано с именем Александра Невского. Имя Александра Невского сегодня знают не только в Нижегородской области, не знают не только в России, но сегодня более 1750 храмов по всему миру именно Александра Невского. И у меня нет сравнения аналогов, с кем можно сравнить, может, с Николаем Годником. Узнать весь список святых, частицы которых покоятся в храме, можно на сайте Феодоровского монастыря. Или можно просто приехать в обитель и самим убедиться в святости места. Наталья Лисова, Михаил Городников. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok